Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телевидущая, моё русское имя – Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис, Анна, сегодня я принесла вам такую сида. Посмотрите, у меня в руках. А это для чего? Именно для просеивания муги. А наша сегодняшняя дема имеет отношение к сиду. А знаете ли вы, какой орган оно означает? Я думаю, что печень. Ведь мы с вами всё время говорим, что печень выполняет такую функцию, как детоксикация организма. То есть выводит различные токсины. Можно её представить как сида или фильтр. А мне кажется, что это почки, ведь они выводят отходы метаболизма и выполняют такую же функцию, как сида. А какой орган является сида в нашем организме? Давайте пригласим доктора Цинлися, который работает в госпитале номер один по университете традиционной китайской медицины. Почка похожа по форме на сида. Она является одним из важнейших органов человека. Две почки расположены по обоим сторонам позвоночника. В современной медицине различают основные функции почек. Выделение воды и конечных продуктов обмена веществ, а также внутренняя секреция. В традиционной китайской медицине почка является основанием инь и ян. При помощи почек осуществляется формирование костного мозга и происходит циркуляция жидкости в организме. А как известно, наше тело в большей степени состоит из воды. Поэтому при возникновении проблем с почками сразу же появляется отек. Оказалось, что почки имеют разные значения в традиционной китайской медицине и западной медицине. Да, из выпусков нашей передачи телезрители смогут узнать еще больше о традиционной китайской медицине. Только что доктор Цин рассказал нам о функциях почек. А на что нам нужно обратить внимание, когда у нас проблемы с почками? Сначала давайте посмотрим на экран. У людей с проблемами почек. Во-первых, отечность лица и глаз. Отечность. Да, у меня так бывает. Если я встану с утра очень рано, то бывает такое. Или если на ночь посмотреть какой-нибудь сериал очень трогательный, то на утро тоже глаза опухают. Но мне кажется, это нормальная ситуация. Понятно. А почему отечность лица и глаз связана с почками? Ну, это очень профессиональный вопрос. Давайте послушаем доктора Дин. Опухшие веки по утрам беспокоят многих. Но некоторые воспринимают это всего лишь как косметический недостаток. Между тем, отечность очень часто является первым и зачастую единственным симптомом начальной стадии многих серьезных заболеваний. Почечные отеки на лице имеют большую диагностическую ценность, помогают вовремя распознать патологические изменения в органах, что увеличивает шансы на полное выздоровление. Отеки бывают разные – от небольших припухлостей лица до отека конечностей, гидротаракса или брюшной водянки. Заболевания почек, вызывающие отек – это острый и хронический гломеруланифрит, хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, сахарный диабет и другие подобные заболевания. В любом случае, даже при незначительном отеке, в первую очередь стоит проверять почки, а уже потом идти к косметологу. Денис, ладно, давайте дальше еще посмотрим, что за второй симптом. Посмотрим на экран. Боль в пояснице – это у меня тоже часто бывает. Когда я долго съезжу, я всегда чувствую боль в пояснице. Но это от усталости. Я думаю, все-таки из-за проблем с почками боли на иного характера, не как при утомлении. Когда у нас боль в пояснице, почему мы думаем, что это связано с почками? Может, это из-за другой болезни? А какие еще особенности есть у боли в пояснице, возникшие из-за почки? Давайте послушаем доктора Цинь. В традиционной китайской медицине говорят, что поясница является базой почек, так что при возникновении проблем с почками проявляются и боли в пояснице. Если чувствуются боли по обоим бокам поясницы, они вызваны заболеваниями почек. А если боли возникают в центральной части поясницы, то они вызваны проблемами с поясничными позвонками. Недостаточность энергий ян и инь почек может вызывать поясничные боли при возникновении недостаточности ян и почек проявляются боли в пояснице, бледный цвет лица, частые позывы в туалет ночью, появление прозрачной мочи или озноб в конечностях. А при возникновении недостаточности инь почек появляются ломота и слабость в пояснице и коленях, жар, лихорадка, красный язык с желтым налетом. Давайте дальше посмотрим, что за третий симптом. Посмотрим на экран. Нормальный объем мочи в сутки составляет от полутора тысяч до двух с половиной тысяч миллилитров. Иногда объем мочи увеличивается из-за чрезмерного потребления воды или приема мочегонных средств. В случае, если объем мочи более двух с половиной тысяч миллилитров, то это называется обильное мочеотделение. В том случае, если объем мочи в течение 24 часов меньше 400 миллилитров, то это аллегория. Обычно она вызвана хроническими заболеваниями почек. И в случае, если объем мочи меньше 100 миллилитров в течение 24 часов, то это уже слишком мало, и это серьезное отклонение от нормы. Нормальный цвет мочи светло-желтый. Если же он прозрачный, нам следует обратить внимание на почки. А если моча имеет коричневый цвет, значит в моче присутствует кровь. В этом случае нужно исключать некоторые заболевания, такие как конкремент, инфекция мочевыводительной системы, опухоли и патологические изменения. Кроме того, у некоторых пациентов моча может быть белого цвета. Это млекоподобная моча, ее возникновение вызвано чрезмерным количеством жиров, и также это может быть связано с простатитом. Денис, Анна, давайте дальше посмотрим, что за последний септом. Кошный зуд. Кошный зуд. А почему из-за проблем с почками может возникнуть еще и кожный зуд? Ну вот у многих пожилых людей я слышал, что у них тоже кожный зуд. Связано ли это с почками? Понятно, это очень хороший вопрос. Давайте вместе послушаем доктора Дин. У некоторых пациентах, страдающих хроническими заболеваниями почек, действительно появляется кожный зуд. Упругость кожных покровов тесно связана с водно-солевым балансом. При почечной недостаточности в организме скапливается лишняя вода, а концентрация микроэлементов и питательных веществ снижается. Кожа немедленно реагирует на это, становится бледной и сухой. Пациентов мучает постоянный зуд. Оказывается, вот каким образом проявляются проблемы с почками. То есть, если у наших телезрителей возникли подобные симптомы, то нужно обязательно обратить на них внимание. Но раз почки – это такой уязвимый орган, какими методами мы можем осуществить укрепление здоровья почек? А что именно полезно для почек? Давайте посмотрим на экран. Полезно для почек. Употребление большого количества воды. А скажите, пожалуйста, вы обычно пьете много воды? Нет, к сожалению, я пью воду только, когда мне уже очень сильно захочется пить. Но я вот не сильно люблю воду, я люблю больше газированные напитки. Понятно. А почему именно рекомендуется употребление большого количества воды? Давайте послушаем доктора. Употребление воды очень важно для здоровья почек. Многие люди постоянно забывают пить воду. Это вызывает накопление мочи в мочевом пузыре, из-за чего может легко возникнуть инфекция мочеводелительной системы. Поэтому потребление большого количества воды является эффективным методом профилактики инфекций мочевыводящих путей. Необходимый объем потребления воды составляет 8 стаканов. Лучше всего пить холодную или теплую воду. Но очень важно понимать, что речь идет именно об употреблении воды. Не чая, кофе, соков или уж тем более газированных напитков, а именно воды. Давайте дальше посмотрим, что еще болезнет для почек. Да, это понятно. Но ведь иногда нам не удается своевременно сходить в туалет. Например, если мы на каком-то важном собрании не можем отойти. Или если как ученики в школе. Но вот если сдерживать, как-то это влияет на здоровье организма? Это очень профессиональный вопрос, Денис. Давайте послушаем доктора Дин, чтобы она подробно рассказала нам об этом. Конечные продукты обмена веществ выделяются из организма при помощи мочеиспускания. У некоторых людей бывают задержки в мочеиспускании, либо они могут долго терпеть. Все это вызывает долговременное накапливание. А при этом может легко возникнуть размножение бактерий, а также в будущем может быть вызвано недержание мочи. Частое мочеиспускание помогает очищать мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, а также осуществлять профилактику инфекций, мочевыводящих путей и заболеваний предстательной железы. Теперь так дальше давайте посмотрим, что полезное несет для почек. Употреблять поменьше соли и мяса. То есть у нас в сопровождении питания Китая указано желательно количество употребления соли 6 граммов в день. Ну 6 граммов это ведь очень мало. Мне кажется, если так мало соли положить в блюдо, оно будет совсем пресным. По крайней мере у меня такая еда не вызывает аппетита. Да и без мяса совсем грустно, да, Денис? Это да. Но если мы будем употреблять большое количество соли, то это вызовет много заболеваний, такие как гипертония и так далее. А какой фреат они причиняют? Давайте послушаем доктора Дзин. В традиционной китайской медицине говорят, что 5 вкусов соответствуют 5 органам. Из почек выделяется около 95% соли. Важно иметь в виду, что если мы употребляем более 5 граммов соли в день, эта соль будет накапливаться в тканях организма, в его органах и в крови. Наш организм будет окисляться. В случае чрезмерного употребления соли возникает стресс и отек почек. Кроме того, долговременное потребление соли может привести к гипертонии и повреждению почек, так что рекомендуется легкая диета. С сегодняшнего дня попробуйте убрать подальше солонку с солью и заменить другими приправами, более здоровыми. Ничуть не хуже приправят блюда горчица, тушеный чеснок или чеснок в порошке, лук в порошке, соевый соус, лимонный сок, свежий перец, душица, петрушка, имбирь, тмин, базилик или куркума. Каждая специя и каждый продукт, перечисленный здесь, подойдет к определенному виду пищи. Вкус будет вполне выраженный и замена вовсе не ухудшит блюда. Наш совет заключается не в том, чтобы сократить употребление соли, а в том, чтобы полностью удалить ее из рациона. Ведь многие продукты, которые мы едим, уже содержат определенное количество соли. Как раз достаточно, чтобы наши почки смогли отфильтровать ее. Это количество и составляет 3-5 граммов, что является нормой в день. Денис, Лана, только что мы говорили о том, что полезно для почек. Давайте дальше посмотрим, что вредно именно для нехо. Злоупотребление лекарствами. Да, все знают, что у лекарств есть побочные эффекты. Естественно, они на почках тоже плохо сказываются. Конечно, да. И если злоупотреблять лекарствами, то какие виды лекарств? А, это очень слишком срочный вопрос. Давайте послушаем доктор Дин. Заболевания почек можно лечить лекарствами. Однако некоторые лекарства от других заболеваний также могут оказывать влияние на почки. Негативное влияние. Это лекарства от простуды или болеутоляющие средства. Кроме того, некоторые целебные травы китайской медицины тоже могут нанести вред здоровью. Поэтому их нельзя пить без консультации с врачами. Злоупотребление лекарствами может навредить почкам, так что лекарства нужно применять тоже строго по рекомендации врача при простуде или возникновении инфекций. Давайте дальше еще посмотрим на экран, именно что еще вредит нашим почкам. Посмотрите, курение? Да, вправду курение. Но курение не только вредит почкам, но и всему организму. Поэтому курильщикам нужно как можно скорее избавиться от своей вредной привычки. Ведь не только ради близких людей, а в первую очередь для своего здоровья. А как именно вредит курение нашим почкам? Давайте послушаем доктор Дин. Курение вредит здоровью, особенно здоровью легких и кровеносным сосудам. Но и почкам курение также вредит, так как сигареты содержат большое количество ядовитых веществ. Никотин может увеличивать частоту сердцебиения и повышать кровяное давление, снижать объем потребления кислорода и также усугубить заболевания почек. Поэтому курение наносит значительный вред здоровью. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями почек, должны бросать курить. Давайте дальше посмотрим, а что еще вредит для наших почек? Хронические заболевания. Это какие заболевания имеются в виду? Я вот слышал про сахарный диабет. Он тоже может влиять. И такое заболевание, как диабетическая нефропатия. А какие именно хронические заболевания? Давайте послушаем доктор Дин. Множество хронических заболеваний может привести к повреждению почек. И в первую очередь это сахарный диабет. Кроме того, повреждение почек может вызвать гипертония, атеросклероз и пурпура. Хронические заболевания также могут повредить суставы и кишечник. Может даже проявиться нефрит или волчаночный нефрит. Поэтому при наличии хронических заболеваний регулярно проверяйте почки. Доктор Дин рассказал нам, что полезно и что вредно для почек. Теперь мы знаем, как сохранить их здоровье. Вы знаете, что я очень интересуюсь акупунктурой. И я хотела бы узнать, Зоя, какие точки иглоукалывания отвечают именно за здоровье почек? Я тоже очень интересуюсь. Давайте вместе послушаем доктор Дин. В традиционной китайской медицине иглоукалывание помогает избавиться от заболеваний почек. Есть две основные акупунктурные точки, массаж которых поможет улучшить состояние почек. Первая из них располагается по обоим бокам почек на расстоянии полутора дюйма от позвонка. В этих местах можно осуществлять массаж в течение 10 минут два раза в день. А вторая акупунктурная точка располагается на раковинах ушей. Массировать их стоит так, как мы показываем, тоже два раза в день в течение 10 минут. Такие простые массажи помогут сохранить и укрепить здоровье ваших почек. Давайте дальше посмотрим нашу группу ВКонтакте. Какие вопросы есть у пациентов, которые хотят приехать к нам на ртене? Давайте посмотрим на первый вопрос. Итак, первый вопрос он задает Максим. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, иногда в моче появляется пена. Что это означает? Это очень хороший вопрос. Давайте послушаем доктора об этом. У здорового человека белок может определяться в моче в небольших количествах. При почечной недостаточности из крови в мочу переходит большое количество альбумина, белка, который составляет основную массу куриного яйца. Если же в момент мочеиспускания наблюдается образование пузырьков и даже довольно стойкой пены, то это уже тревожные звонки. Это один из ярко выраженных симптомов заболеваний почек. Здесь нужно незамедлительно обращаться к врачам. Так, давайте дальше посмотрим, что за второй вопрос. Второй вопрос. Здравствуйте, какая частота мочеиспускания считается нормальной? Это вообще очень хороший вопрос. Давайте послушаем доктора, чтобы она подробно рассказала нам об этом. В соответствии с ежедневным объемом потребления воды, частота мочеиспускания будет отличаться. Для здоровых людей частота мочеиспускания должна составлять 7-8 раз в день, а вечером не более двух раз. Наша телепередача на этом завершается. Попробуем доктору Дзин за то, что она сегодня подробно рассказала нам о сохранении здоровья и почки. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы там. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До новых встреч. Тайны китайских докторов